Девушки отдыхают На многих фестивалях уже не один раз мы видели спектакль Владимира Ивановича Бирюкова. Это действительно мастер, учился он в Санкт-Петербурге, познакомились с ним и пригласили. Как он работает? Вот я как директор, естественно, волей-неволей слежу, никогда не опаздывает. За 15 минут он уже обязательно после обеда поднимается, утром он самый первый. И до конца сколько надо репетирует. Это ответственный человек, очень талантливый и трудяга. Спектакль переносит зрителей в 19 век, где в ночь перед Рождеством происходят чудеса. Черт крадет месяц и всячески пытается испортить людям праздник. Кузнец Вакула ради любви своей нравной красавицы Оксаны седлает черта и летит к самой царице за черевичками. А любвеобильная и предприимчивая вдова Солоха едва успевает упаковывать мешки претендентов на ее сердце. Родом с Украины, в принципе, мне как бы близок этот материал и понятен. И мне кажется, что он абсолютно современный, сегодняшний. В спектакле заняты молодые актеры, которые весело, непринужденно, талантливые и самобытно рассказывают нам историю, когда-то написанную Гоголем. Артист должен быть, прежде всего, синтетическим актером. Существовать драматическим, существовать кукольным, существовать пластическим, существовать вокальным и так далее. То есть, если он современный артист, значит, он должен выполнять и соответствовать тем современным требованиям, которые театр предъявляет. Каждый нашел какие-то новые черты характера, которых я с ними работаю еще, я их не увидел. Режиссеру удалось их раскрыть новые возможности, пластические, речевые характеристики. Это, конечно, меня радует, как режиссера, я слышу их интонации, но это новые, интересные, найденные, именно характерные, именно нужные, необходимые для данного персонажа. Калоритные куклы и масштабная сценография художника-постановщика Татьяны Мельниковой подчеркивают особенности народной культуры, быта и праздников. Спектакль рассчитан на широкий круг зрителей с 12 лет и до бесконечности, так что его можно смело назвать постановкой для семейного просмотра.